итак ребята ладно все перерыв окончил погнали впереди у нас снова полнолуние и что же ожидает герой в этот раз учитывая что всех теней вроде бы убили но сначала начнем с ученик с кеном ребят эй лейси сам в чем дело в тем кажется немного нервничает как лидеру может быть вам стоит быть более дружелюбным с ним хочешь пойти поедем хочешь пойдем поедем где нибудь то и будь что что со мной но тем кажется колеблется пойти с вами вместе однако вы сумели преодолеть его нежелание с помощью своей бесстрашной храбростью так ресторан в акацию торговая улица вы оба ворвались сюда как раз перед закрытием спасибо за угощение ну кем начал есть он постепенно начинает есть все быстрее быстрее вкусно и был голодный а ну наверное господи бедный мальчик он там голоду умирает кем кажется немного смущается и он продолжает запихивать и иду в рот кажется вы были загибнетизированы тем как есть кем и едва коснулись сами своей виды а вы не собираетесь есть лысиса конечно же да больше мою порцию сесть нормально я что слишком сильно разжевывал еду свою тем начал их а есть просто это не то же самое когда моя мама была еще жива и когда не уходили часто покушать что я никогда не знал каково это наверное моя мама была действительно очень хорошая в готовке когда едем такие вещи как пенту из магазинов они просто ужасно на вкус я никогда не говорил и моей маме что она действительно хорошо готовит кем бормочит себе под носом что-то их грустно как и ой прости но действительно хорошие если не против я бы хотел бы снова прийти сюда с тобой ну конечно если тебя будет время ну тогда я прошу чтобы ты снова шел со мной обязательно удостоверся в том что будешь голодным дети не должны быть такими скромными жду с нетерпением но вилдин это очевидно что возможно роман это было бы странно если нет кен смеется как ребенок но есть ребенок причем блин ему 11 лет или сколько там ладно вы чувствуете что станет немного ближе к кену а если у нас сколько там 16 уже 18 примерно не ну нормально как бы разница как раз можно я закажу что-нибудь выпить я бы хотел бы молока большого большое пожалуйста вы с кеном закончили ужин и вернулись в общежитие привет эквилер доброе утро я намеренно постараться изо всех сил чтобы защитить всех что-то случилось нет пожалуйста не беспокойтесь я просто хотела поделиться своими чувствами сегодня занятия закончились не цуру сегодня поздравиться нет conteúdo пузырьки гвр 16 17 ну ну нормально нормально тут совет понятно но можно таким образом посмотреть и сегодня ничего как тот день прошел сегодня полнолуние но мы не будем проводить операции но может быть не стоит вызвать юно на всякий случай ты говоря да и здесь не видела нет не видел с последнее время что поздно возвращается домой раньше она так не делала интересно что случилось салар уже есть уже есть фарнелус у нас есть так стенам сегодня нет все учатся ну ладно пойдем мы тоже получим нужно качать не один старт папа что-то происходит тем временем на мосту мулайт наступил темный час и кто-то на мосту смотрит на луну и кто-то другой еще приближается я искала тебе что-то тут делаешь ну отвечая на твой вопрос я оказался здесь когда пришел себе это странно небо и земля выглядит так странно и здесь никого нет здесь произошло что-то ужасное и все же я чувствую себя спокойны ты что забыл забыл что на час период времени в течение которого мало кто из людей могут быть активными но ты никто кто приспособился к этому часу на самом деле даже слишком хорошо для человека да все теперь ясно теперь я понимаю причину этого чувства которое я испытывал когда ты была рядом ты ты нехороший ты мой враг твой враг враг точно такой ночь как сегодня луна была полной было очень давно да мы уже встречались раньше как противники кто я такой кто ты я из последнего последние оставшиеся противота противотеневое оружие аварийного управления машина созданная для уничтожения теней создано чтобы уничтожать тени и ты твое настоящее имя смерть ты тень которая запечаталась 10 лет назад и и да это было 10 лет назад то ночь когда я родился в этот мир я спустился на вот этот самом мосту единственная цель моего существования уничтожать тень именно по этой причине мне была дана личность и персона я 13 аркана я никогда не должен был быть таким все называют меня смерть но когда я родился часть моей силы часть моей силы разбилась в дребезги и была разбросана повсюду в результате чего я был неполноценным тем не менее ты оказался намного сильнее чем я ожидала поскольку я не могла победить тебя моим единственным вариантом было запечатать тебя и в сложившихся обстоятельствах нашелся только один подходящий сосуд девушка человек которая случайно оказалась рядом мне не было другого выбора лэйси понятно я был внутри нее все это время и я невольно привел ее к моим 12 недостающим частям спускам и затем понятно теперь я все понял я все вспомнил то и что я такое машина созданная для определенной цели моя моя задача победить тебя в этом цель моего существования так не должно быть айгис плодион плодион не глупи айгис я стал другим по сравнению с тем кем был раньше ты ни за что не сможешь победить мне очень жаль айгис отбросили назад и она не смогла не пальцем притронуться к креджи шасси айгис были сильно повреждены от удара от земли с такой большой силой мне очень жаль моя миссия кажется невозможной машина которая не может выполнить свое предназначение не имеет никакой ценности мне очень жаль ребят лисе сан мне страшно тем временем команда комнате управления в общежитии призвала юном и митсуру занялась экипировкой нет подалеку юно что-то случилось ударе ну сегодня как полнолуния тоже это заметим также не так ли сэмпай боже я начинаю чувствовать себя трудоголиком о нет неужели что-то мы еще не знаем наверняка однако мы не можем найти айгис айгис чтобы она могла пойти я почувствовал персону она быстро исчезла и вскоре после этого я больше не смогла обнаружить и присутствие айгис может быть это стреля но она не почувствовал никого из их членов но мы не можем быть уверены я подтверждаю местонахождение айгис она на мосту мулайт хорошо позови других давайте пошли посмотрим что там происходит вы поспешили на мосту мулайт тело айгис сильно повреждена ее частички разбросаны повсюду айгис мне очень жаль я я все вспомнила то я то он айгис потянула свою потрепанную руку вы нежно протянули свое вы я знаю я знаю я знаю почему я хотела быть рядом с тобой мне очень жаль я потерпела неудачу что случилось все будет хорошо так сохраняю энергию прости ой ты рёджико постой что тут делаешь айгис айгис больше не двигается похоже она перестала функционировать что здесь происходит что здесь происходит это все моя вина ты это сделал айгис подожди он не проявляет никаких признаков агрессии скажи нам кто ты что ты георг самая мрачная нет видно не играл другие что ли или в не помнишь хорошенько не сказал бы она по сравнению со со второй какой-нибудь или первый и такой же я такой же как существа которые вы называете тенями ты тень я воплощение всех теней 12 аркана все сенкок сенкок ммм оченщик рожденные от союза 12 аркан оченщик теперь я все вспомнил с пугающую правду о себе и теней в это так трудно поверить знаешь истину о тенях да чего все и не здесь для того чтобы облегчить возрождение материнского существа материнское существо начинает пробуждаться ее тянет ко мне оченщик ты ты оченщик верно а что за материнское существо она великое существо сущность но в вашем языке даже нету слова что могло бы сам поставиться с ней 10 лет назад один человек собрал очень много теней и поместил их в лабораторию тогда я был тогда я родился но объединение было прервано и я пробудился в неполноценном состоянии и вскоре после этого я пал от рук Айгис и она сделала это со мной Айгис? правда Рёджи? она знала что не сможет победить меня поэтому в приступе отчаяния она запечатала меня внутри ребенка который случайно оказался рядом этот ребенок вырос неся меня в себе и по иронии судьбы она позже вернулась сюда как переведенный ученик то есть ты имеешь ввиду все смотрят на вас в шоке да Лейси я жил внутри нее Рёжа был внутри вас внутри нее ее особая персона пробудилась как и двенадцать теней все для того чтобы стать одним целым со мной берет жрачинщик и он был внутри ее тела что из этого вообще не имеет смысла все мои вина мне очень жаль мне нужно еще кое-что сказать вам Рёджико Рёджико потерял сознание и упал на землю похоже он измортан давайте дадим ему отдохнуть у нас еще Айгис о которой нужно позаботиться продолжим разговор позже вы вы в шоке от того что вы только что услышали Рёджико жил внутри вас в течение десяти лет ожидая контакта с двенадцатью тенями и и и мальчика которого звали фарос на самом деле был Рёджик столько вопросов остались без ответа однако Рёджик из сознания вы взяли Рёджи вы отвезли Рёджи Айгис домой Класс 2F Митсуру зашла он уже проснулся встретимся сегодня вечером на четвертом этаже хорошо увидимся позже чёрт возьми Рёджи в комнату управления общежития все собрались Рёджи сидит на дальнем диване там с опущенной головой все в порядке все на месте Рёджи-кун ты в порядке? да я в порядке спасибо кроме того есть еще кое-что что я должен вам сказать ребят Рёджи-кун есть много вопросов на которые нам нужны ответы начиная с того что ты сказал что тени здесь для того чтобы способствовать возрождению материнского существа пожалуйста вот уточни этот момент это материнское существо называется Никс что чё возьми такое Никс Тайко если она пробудиться тима снова покроет землю и вся жизнь исчезнет вся жизнь исчезнет пусть сказать что все умрут было бы точнее так сказать все потеряют волю к жизни ты говоришь о потерянных ты говоришь о потерянных? похоже все приходят к одному и тому же выводу все люди станут как потерянные это приведет к вымиранию человечества и к концу света это падение но еще возможно не допустить это не так ли? чего? что нет способа предотвратить это не очень жаль подожди за что ты извиняешься? ты хочешь сказать что это точно? да вы слышали? вы слышали? звонок я очинщик я очинщик смерти это существование это утверждение или нет? это утверждение падения утверждение падения? все просто в недоумении не знаю что сказать это неизбежно вся человеческая раса станет потерянной существование Рёджи подтверждает надвигающиеся вымирание человечества этого не может быть когда 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 же это произойдет? боюсь что вы не доживете до весны но это же не слишком уж далеко что это вы ребята так испугались? все что нужно сделать это просто отдалить никс и потом проблем не будет потому что не будут потеряны вот точнее и потом никаких проблем не будет потому что мы никогда не проигрываем да мы одолеем победить никс невозможно и дело тут не в силе в способностях или в силе так же как все живое умрет поток времени продолжится никс нельзя победить чего? что за срань? это все так неожиданно ну все остальные вздрогнули я родился а я родился после того как все тени были собраны но теперь у меня есть человеческая форма и я мог говорить с вами смеяться с вами плакать с вами все подарки которые я получал потому что был внутренне я благодаря этому я могу дать вам выбор выбор никс 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 неизбежен но можно спокойно жить пока он не придет и вам придется убить меня если исчезнут все воспоминания о темном чаще чаще исчезнут вместе со мной как и любые воспоминания о судьбе которая вас ждет вы ничего не вспомните наступ наступ наступление падения будет мгновенным и вы не будете страдать мы все забудем вы сможете вернуться к своим нормальным жизням и пора и с сделав так время до падения будет немного отложено сущности я такой же как никс и меня нельзя убить благодаря ей есть часть меня который является человеком так что если смерть будет от ее рук я думаю что он невозможно берешь смотрит на вас если вы не убьете меня то будете страдать больше чем можете себе представить не имея никакой надежды на спасение вы будете жить каждый день парализована страхом перед своей неминуемой смерти я я не хочу чтобы вы терпели такую боль я не могу отпустить свои воспоминания никогда не смогу убить тебя я не знаю что делать ребят что выбираем первое 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 она права забыть обо всем все равно что спрятаться от истины неужели это было бы так плохо все что ждет вас сейчас это отчаяние вы не знаете ужаса абсолютной смерти пожалуйста не принимайте решение не подумав хотя бы об этом хорошенько о том что я сказал почему это происходит потому что прежде молча встал и вам не нужно решать прямо сейчас ну сила дружбы спасет у вас время до 31 октября октября декабря канун нового года чтобы обдуматься после этого я растворюсь в самые темных глубинах темного часа и стану неосязаемым нематериально я все равно исчезну с приходом никс так что не беспокойтесь обо мне я вернусь канун нового года риджи подожди риджи ушел он исчез совсем как фарс риджи подожди мы снова увидимся и в канун нового года откровение риджи было слишком разрушительным мир скоро погибнет человечество человечество скоро погибнет единственный вариант единственный выбор который вам дали это как умереть смерть неизбежно очинщик действительно вынес смертный приговор вы не можете отчетливо сейчас думать как человек вообще может выбрать способ своей смерти ну ребят как будет умирать решим голосование такие вот ребят дела ладно здесь на сегодня становимся и продолжение следует завтра